Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала Дмитрий Микрофонов. И сегодня мы начинаем прохождение новой игры. Называется она Scorch of War Waterloo. Или же, как вы успели догадаться, игра посвящена битве при Waterloo. Или же реконструкции битвы при Waterloo. Также с дополнениями вы можете получить битва при Линии, битва при Катарбрас, битва при Вавр. Эти все битвы были перед битвой при Waterloo или после нее. Но битва при Waterloo самая большая. Она разделяется на две кампании. Кампания за союзников и кампания за французов. Вы можете командовать армией Пруссии за Блюхера, армией Англии за Веллингтона. Или же армией Франции за Наполеона. Наполеон имеет 72 тысячи солдат на поле боя. А Веллингтон имеет 79 тысяч солдат на поле боя. А потом еще приходят немцы и 48 тысяч солдат на поле боя также с ним приходят. Потому Наполеон пытался до конца дня побить Веллингтона, прорвать Веллингтона, чтобы нанести ему сокрушительный удар, чтобы не пришли его союзники. Мы можем играть, конечно, за любую армию. Можем полностью сами командовать всеми войсками, если играем за Наполеона или за еще кого-то. И изменить исход этого сражения. А мы можем играть за более маленькие, там, за бригады, дивизии, корпус и, конечно, уже потом идут армии. Командиры армии. Можем настраивать всю игру от третьего лица. Можем настраивать, чтобы все приказы отдавались с помощью посыльных. Например, если ты командуешь армией, ты можешь сделать так, чтобы ты кидаешь посыльного, чтобы он отправил повесточку самому командиру корпуса. Потом командир корпуса отправляет посылку командиру дивизии, а потом командир дивизии отправляет командиру бригады повесточку. И потом командир бригады отправляет командиру полка. Вот так. Полк, командир бригады, командир дивизии, командир самого, как оно называется, корпуса и там дальше, там дальше где-то Наполеон. Это только правый фланг, левый фланг, то есть там еще есть центр, есть правый фланг, есть резервы, там огромные элитные войска в резервах стоят. Но пока мы играем за вот этих ребят, за эту бригаду, мы начинаем это первое задание. Первое задание началось в 11.30, началась битва при Ватерло. Наполеон приказал легким отрядам несколько взять застрельщиков и послать их захватить вот этот лес. Ну, попытаться, конечно, просто поперестреливаться с этими ребятами, возможно, вот взять вот этот лес, чтобы Веллингтон переправил свои войска сюда, вот здесь, или на ферму Угумон, вот эта ферма Угумон. И он, то есть Наполеон, мог нанести удар Веллингтону по центру и разбить его ряды до прихода пруссов. Конечно, все это было сделано, они даже захватили лес, французы, но потом лес переходил из рук в руки, погибло десятки тысяч солдат, огромные потери, также была резня в Угумоне, когда французов просто перебили в Угумоне, когда они забежали. И вот такая разведка была боем. Ну, давайте, посыльный уже идет. Вначале я буду играть за бригадой, также за катербрас линией я буду проходить, вот здесь за бригадой, командиры пройду, бригад, потом там. Генерал Релье дал нам честь открыть атаку на союзнический правый фланг. Расчистите врага, вот здесь, как он называется, в лесу, по центру. Отправьте несколько застрельщиков вперед, чтобы снизить силу врага до того, как все силы пойдут в атаку. Мы командуем маршал Декам Барон Пьер Франчос Боудвин. Я не знаю, правильно ли назвал, кто французскую учил. Ребята, давайте, помогайте. Наши выбегают. Ребята, вам может не нравится, как они тут двигаются, как они перестреливаются, но игра сделана на совесть. Огромное количество юнитов на карте, так что не все может идеально работать. Наши идут вперед. Сейчас они встретятся с врагом. Самые лучшие врага отряды Веллингтона стоят вот здесь. Он построил свои лучшие войска, это Калстримская гвардия. Вы представляете, своих гвардий не пожалел. А Наполеон свою гвардию держал до последнего. Потом ее, конечно, разбили. Потому что врагов было очень много. Так, давайте мы вот этих ребят отправим сюда, чтобы обезопасить наш фланг. Мы просто одним полком пока будем руководить, потому что другие полки были далеко. Их не использовали. Давайте пусть командир подойдет поближе. Вот это НОСАУ УСИНГЕН. Стрелки из НОСАУ. Артиллерия начинает бить прямой наводкой. Огромное количество людей погибает от артиллерии. И здесь, в принципе, они погибали, огромное количество от артиллерии. Вот новые войска подходят. Да, думаю, все стреляют. Да, все ведут огонь. Вот тут, видите, сначала идут такие застрельщики, а тут небольшая такая группа, которая пополняла вот этих застрельщиков. Тут очень долго может быть переходы. Например, битва за... Если ты за Наполеона играешь, там могут быть несколько... Ну, например, 10 часов от 8 до 12 часов, если ты быстро играешь, 8 часов. Если ты долго играешь, тут 12-16 часов. Все очень долго может быть. Наши по 3 человека пока убили. Вот где-то по 5 человек. Главное, чтобы нам не убили командира. Там пойдет еще штурм крепости в следующем бою. Огромнейшие потери. Я вот сколько играю, я вот половину не прошел, мне настолько интересно идея играть. Очень интересная игра. Чрезвычайно интересная. Так, вы посмотрите, как вот это, например, маленькая рота от одного выстрела. Сколько плекло человек. Артиллерия здесь очень жесткая, но нужно беречь снаряды. Смотрите, этот парень смотрит так. Отверну голову бы вначале. На такой дальней дистанции они очень слабо убивают. Вот, например, вы можете посмотреть. Оптимальный. Это 40 ярдов. Они сейчас стреляют на 150 ярдах. Это очень слабый. Очень слабый. Очень большая дистанция. Если мы примерно бы здесь сражались, мы бы сразу бы косили ряды. А вот такая дальняя дистанция, попасть очень трудно. Давайте мы вот так отправим наши войска, потому что я вижу, нашего уже одного здесь убили. Нам помогает серьезно артиллерия. Например, Веллингтон, он не использовал артиллерию вначале. Он ждал, пока Наполеон использует ее. И потом он уже начинал, конечно, тогда использовать свою артиллерию, когда уже Наполеона не было почти снарядом. Давайте быстрее пусть добегают. Я им приказал. Теперь начинается перестрелка здесь. Вот мы уже первые убийства делаем. Вот первый залп. Три человека пало. Но это тоже немного. Вот четыре человека. Мы тоже теряем много людей. Нам нужно, вот видите, занять вот эту точку вот здесь. Какие потери? Ноль. Тут шесть. И тут, ну, десять мы убили. Тут шесть мы убили, а тут двенадцать мы убили. Только вот это, вот этот отряд потерял, девять человек. Ну, а пока перестрелка ведется. Потом, когда увидите целое поле боя, вы будете действительно я надеюсь, приятно удивлены, когда вот, например, идет пять часов битва, ты, например, потягиваешь там резервы, а резервы приходят, а там везде все трупами осыпано. Осыпано. Посмотрите. Видите, как уже падают. Двадцать пять человек уже убиты. Тут пока что одиннадцать. Ну, потому что они еще с фланга обстреливаются, не стоит забывать, и они стреляют в фланг. Так что половину, половину людей, они отвлечены, или треть людей, или четверть людей отвлечены, вот стреляют они по вот этими колстримской пешей гвардии. Видите, они тут уже кусок линии уничтожили. Вот флаг у них. Им уже полностью уничтожили половину полка. Ну, это, думаю, не полк. А, это Игоря. Это Игоря. Там были на САУ, а это уже Игоря. Но я не могу вооружение посмотреть. Первая линия почти упала. В рукопашную мы пока не идем. Здесь, тем более, мы не идем в рукопашную, потому что вы сами понимаете, что вот эти отделенные отряды они будут, конечно же, слабее. Они уже, по идее, должны были бы отступать. Тут тоже, видите, они уже потеряли огромное количество войск. Давайте немножко вперед продвигаться. Сделаем вот такую хитрость. Вперед. Сейчас они будут делать выстрел, перезаряжаться, идти вперед, опять выстрел. Так, что-то они не захотели вперед. Я, наверное, отменил. А, нет, они не хотят идти вперед, наверное, слишком маленькая у них. Да, не хотят идти в бой. Так, значит, стоять. Перегруппироваются. Давайте их развернем. Что же наши вот эти ребята? 57 человек они уже уничтожили. 33 снаряда у них осталось. Дальше на ферму я не буду идти в предыкрым. Потому что ферма, обстреливать ферму мы потеряем огромное количество людей. Да и у нас не такая задача. 58 человек мы убили. Так, есть ребята, которые отступают. Вот видите. Ну, это очевидно. Они же сражаются против элитных, а это только регулярные. Тут каждый каждый отряд имеет насколько он обучен. тут есть и резервисты есть и вот, вот эти ребята они сезонные. Вот эти сезонные. Они сезонные. Вот эти регулярные. Вторая линия идет в бой. Одна линия или была полностью повреждена, повержена или просто я думаю они отступили. теперь видите вторая линия калстримской гвардии идет в атаку. Напоминаю, это гвардия. Это лучшие бойцы на Валлингтона. А я думаю они подходят чтобы сделать целый залп прям вот так впритык мне чтобы повалить первый ряд. Но им нужно где-то подходить сюда чтобы мне провалить первый ряд. Тут еще будет неэффективная стрельба. 69 человек мы убили. Сейчас посмотрим. В принципе дистанция большая. Сколько? 81 ярд а 40 это действительно хорошая хорошая дальность. Мы бесконечно ведем огонь. Так, давайте посмотрим что же здесь происходит. Наши люди отступают. Это конечно их приходится очень много возвращать. Это не полк. Это вам не полк ребята. Целый полк он знаете они там друг друга подбадривают. У них большая большой боевой дух. А тут конечно же будет все все очень плохо. Так, стоять. Видите, отступают. Я их потянул а они отступают. По ним сделали там несколько выстрелов. Давайте значит вот этих. Ну 84 человека. Очень трудно ими командовать потому что они всегда отступают. Ну вы представьте у вас там у вас там человек 100 вы друг друга в строю там не стоите. вами особо никто не командует. По два человека. Он тоже видите отступает. Но маленький боевой дух вот эти еще держатся. Их нужно возвращать побыстрее в полк. Этих вперед продвигаем. Будем немножко их давить. Так, идем. Давим, давим. А, они еще отступают. Я не могу не двигать. Может быть из-за того что они отступают что видите они истощены. Ну в принципе пишут что они в порядке но это уже достаточно достаточно они устали. 25 человек застрельщики убили. Так, подходим вперед. Тут тоже. По идее они друг друга должны были бы поддерживать. Ну ладно и такое вот тут уже даже видите самые элитные вот калстримская гвардия даже вот элита элита даже отступает. Вот теперь вот эти потихоньку начинают отступать. Когда люди начинают отступать они начинают двигаться вот так назад по одному человеку а потом уже потом уже идет полное отступление если они не выровняют отряды но эти вперед смотрите он решил давить просто просто взял и давит. Надеется меня разбить но тут тут же артиллерия вот как я видите тоже давлю давлю видите мои люди здесь стояли а теперь они здесь все все ближе и ближе подходят все 112 человек они убили очень хорошо потому что они элитных убивали можно было бы тогда пойти в рукопашную но рукопашная она против элитных врагов да еще видите немножко мои хотя свежие но это уже достаточно достаточно устали бывает было такое что я три своих отряда сезонных войск бросил на один элитный и они проиграли конечно я по очереди бросал рукопашную и они полностью тотально проиграли что они сдались целым полком там 600 человек 400 сдались и там 300 сдались или 250 где-то такое большое количество сдалось вот вот это только одна битва вы представляете сколько там раз переходило из рук в руки и сколько тут было все осеяно трупами все они решили отступать быстрее проходим сюда давайте их развернем наверное а еще ближе они подходят выравнивать ряды я бы хотел вы кинуть конечно рукопашную но 100 человек они легко сдадутся да у них тоже 100 человек ну это же элита понимаете сами и тут не нужно ребята действительно смотреть на графику или смотреть что там долгие перестрелки идут не особо так реалистично это игра не о графике не о реалистичности а имею ввиду о перестрелках там реалистичных это игра о река это игра реконструкция один полк держится давайте мы сюда потянем людей вот так я думаю мы потянем их там уже никто не подойдет нас прикрывает сбоку в кавалерии враг тоже имеет какой-то полк йоркшир это легкая пехота но потом в следующей битве это уже будет обычные пехотинцы тут стоять они ротируются все уже отступают видите потихоньку назад идут было такое раз что в этом задании пушки стреляли раз по полку так сделали по одному стрелу и сразу все попадали осталось там только вот здесь и вот здесь несколько человек так захватываем давайте прикрываем так здесь тоже мы прикрываем и вот в этой части мы прикрываем тут целый полк отводим и сразу берем командира командира чтобы он захватил ну они вроде все могут захватывать так стоять калс римская гвардия возвратилась нет они не возвратились они передумали так я вроде забыл отключить субординейтс так вот эти сюда уже куда я им сказал подошли можно их назад вернуть в полк в принципе вот мы уже захватываем как подошли подошли калс